Давайте откроем книгу пророка Исаии, 43 главу. Мы в последнее время с нашей командой служителей каждое утро читаем по одной главе из пророка Исаии. И лично я переживаю огромное благословение, когда мы читаем и обсуждаем эту главу. И вот некоторое время назад мы читали 43 главу, и мне запали в сердце некоторые стихи. Я прочитаю по переводу Международного библейского переводческого центра, не по синодальному переводу. 18 стих 43 главы Исаии. Так что не вспоминайте того, что случилось в самом начале. «Не думайте о том, что было давно, ибо я, — говорит Господь, — сделаю новое, и вы будете расти ныне, как новые растения. Вы знаете, что это правда. Я воистину проложу дорогу в пустыне. Я заставлю течь реки в сухой земле». Вы знаете, я вот когда читал эти стихи, вот Бог четко мне показал, с одной стороны, есть огромное благословение в памяти. С другой стороны, есть не меньшее благословение и в забвении. И память, когда это к месту хорошо, и забывание тоже хорошо. Знаете, существует такая болезнь, которая называется гипертемизия. Гипертемизия, можно вот показать, она состоит из двух греческих слов. «Гипер» означает «сверх», а «темизия» — «память». Гипертемизия — это заболевание, открытое в начале 2000-х годов, при котором происходит, с одной стороны, человек тратит очень много времени, думая о прошлом. С другой стороны, человек обладает необыкновенной способностью вспоминать конкретные события из своего прошлого. И пациенты с этим заболеванием могут, вопреки желаниям, вспоминать какие-то мельчайшие подробности из своего прошлого, мельчайшие подробности из своего детства. И эти воспоминания возникают бесконтрольно. То есть вот, там, посмотришь какую-то книгу, увидел какой-то рисунок, вспоминаешь прошлое и начинаешь об этом думать, и думать, и думать, вспоминая все мельчайшие подробности. Кажется, о, как интересно, какая память прекрасная, но это так кажется только на первый взгляд. Самым первым пациентом с таким диагнозом была американка Джилл Прайс. Джилл Прайс весной 2000-го года, то есть не так, в принципе, и давно, обратилась к доктору с таким письмом. Видите, вот она до сих пор жива, 65-го года рождения. И вот в 2000-м году пишет доктору такое письмо. «Я надеюсь, что вы сможете мне как-нибудь помочь. Сейчас мне 34 года. С 11 лет у меня появилась необыкновенная способность вспоминать свое прошлое. Я могу выбрать любую дату, начиная с 1976 года, и подробно рассказать, какой это был день, что я тогда делала, что произошло важного. При этом я не смотрю на календарь и не читаю журналы 24-летней давности». Врачи начали ее исследовать и обнаружили, что в действительности вот это вспоминание деталей из молодости, из подросткового периода. После этого появились и другие пациенты. Это заболевание редкое, не так уж и много людей им болеют. Но тем не менее, есть люди, у которых жизнь очень тяжела, потому что они помнят все подряд. Вот непрерывный поток воспоминаний, непрерывный поток воспоминаний, которые буквально жизнь разрушают. И оказывается, что постоянные бесконтрольные воспоминания – это тяжкое бремя, а совсем никакое неблагословение. Люди вот под этим бременем воспоминаний живут не в настоящем, они постоянно живут в прошлом. И они какие-то травмы детские, обиды детские, боль детства переживают так, как будто это вот вчера произошло. Вот эта боль на них нападает. И поэтому, казалось бы, так прекрасно помнить все детали любого дня детства. Эти люди страдают от такой удивительной памяти. Причем гипертомизия – это не единственная особенность памяти, которая приносит проблемы в нашей жизни. Я думаю, многие из вас видели знаменитый фильм «Человек дождя». Может быть, видели «Человек дождя». Там Дастин Хоффман играл главную роль. И вы знаете, что этот фильм создан по реальной биографии человека, американца, которого звали Ким Пик. Можно показать его. Ким Пик тоже не так давно ушел в вечность. Этот человек запоминал до 98% информации. Он сам родился в Америке, в христианской такой семье. И он к семи годам знал наизусть всю Библию. К семи годам. В молодости он прочел и запомнил полное собрание сочинений Шекспира. В семь лет уже Библию, а в молодости уже и Шекспира всего запомнил. Когда он читал какую-то книгу в библиотеке, он просто ее переворачивал и никогда к ней не возвращался. Потому что он ее помнил. К концу жизни Ким Пик помнил наизусть 12 тысяч прочитанных книг. Причем он так читал. Одним глазом одну страницу, а другим глазом другую страницу. Очень быстро читал. Он знал все международние телефонные коды. В свое время это было важно. Он помнил все почтовые индексы своей страны, США. Он знал названия всех телевизионных станций по всей Америке. Он помнил карты всех городов США. И мог точно сказать, хотя он в этих городах и не был, как там нужно было проехать. Вот такая у него была память. Он не только книги любил, он очень любил музыку. Он помнил сотни классических музыкальных произведений. Он мог рассказать, где и когда каждое из них было написано. Конечно же, он помнил биографии композиторов. И при этом он не мог застегнуть пуговицы на рубашке. Не мог, зная множество пословиц и поговорок, не мог объяснить их смысл. Удивительная память, да? Но все помнить – это не столько благословение, сколько оказывается болезнь. Еще хочу вам один случай рассказать об англичанине Доминик О'Брайен. Знаете, Доминик О'Брайен является восьмикратным чемпионом мира по памяти. Оказывается, такие чемпионаты проводятся. Например, на состязании по запоминанию, то он за 15 минут запомнил 152 китайских слова. При этом он не знает китайского языка. За 15 минут запомнил 152. А вы знаете, что китайский язык – это не близкий язык к английскому или к русскому, например, языку. 152. Слово запомнил. Все это только благодаря своей феноменальной памяти. Он очень легко запоминал карты, поэтому его во всякие казино не пускают. Он до сих пор жив, его не пускают, потому что он легко запоминает карты. И при этом он не смог закончить школу из-за отсутствия концентрации. Не смог закончить обычную школу. То есть, знаете, словно чрезмерная загрузка памяти компенсируется тем, что в настоящем человек не может сосредоточиться. То есть, всегда какие-то особые возможности в одном компенсируются недостатками в другом. Потому что Богом каждого из нас заложен естественный процесс и запоминание, с одной стороны. А с другой Богом же заложен процесс забывания. И есть благословение в памяти. И есть не меньшее благословение в забвении. Потому что забвение – это в чем-то освобождение. Это освобождение от прошлого. Это освобождение от прошлого для того, чтобы мы могли полноценно жить в настоящем. Потому что иначе, знаете, когда вот, бывает уже в компьютере, когда там слишком много уже всяких файлов там, накачал, накачал, накачал. И что начинает компьютер? Подтормаживать. Подтормаживать начинает. Там столько всего забито. Я просто вчера только открыл свой ноутбук и посмотрел, думаю, сколько там всего. Какие-то фильмы, которые я когда-то смотрел. Из этого медленно я взял, как поудалял все это. И смотрю, быстрее стал работать компьютер. То есть, я вот избавился вот этого груза прошлого. И в настоящем мой ноутбук стал работать быстрее. Работать быстрее. И не случайно, посмотрите, вот Экклезиас, первая глава, 11 стих, знаменитые слова. «Нет памяти о прежнем. Да и о том, что будет, не останется памяти у тех, которые будут после». Богом заложено это. Память живет какое-то время, а потом приходит забывание. И вы видите, когда забывание не происходит, какие проблемы происходят в жизнях, в жизнях людей. Нет памяти о прежнем. Да и о том, что будет, не останется памяти у тех, которые будут после. Недаром говорят, что талантливых помнят годами. Очень талантливых – десятилетиями. Гениальных могут помнить века. Ну, есть какие-то люди, их могут даже тысячелетиями помнить. Но в конечном итоге все забывается. Люди часто пытаются себе воздвичь памятник нерукотворный. Но история показывает, какой бы нерукотворный памятник ты ни создал, со временем к нему зарастет народная тропа. Даже если одно время чуть ли не миллионы ходили по этой тропе. Пройдет время, и все. Все. Я помню, как мы со своей дочерью обсуждали в свое время, когда, помните, умер Майкл Джексон, да? И вот она говорит, папа, Майкл Джексон умер, король музыки. Его называли, да, король поп-музыки. Я говорю, доченька, король музыки – это Элвис Пресли, король рок-н-ролла. Вот это звезда, так звезда. А кто такой Элвис Пресли? Она говорит, пап, этого Пресли никто и не слушает среди молодежи. Я говорю, да ты знаешь, Пресли – это такой Тенни Майкл Джексон. Женька бегает, он обоих не знает. Для него это будут какими-то, знаете, дела давно минувшие дни, предания старины глубокой. И не более. Я помню, как в 80-е годы мы слушали Битлз, для нас было Битлз, биографии Хантера Дэвиса, помню, читали в журналах «Ровесник». Сегодня говоришь с молодежью про Битлз, они такие… Это как для меня было все время про какого-нибудь там Фрэнка Синатру разговоры. Как же это же? Да это же Битлз. В 80-е-то годы. Они на тебя смотрят. Я на них этот Битлз, говорю, как вот, как Пушкин, Лермонтов, Битлз, вот. Пресли тут же. А потом и Майкл Джексон, и все вот эти новомодные вот эти… Ну, если, конечно, кто-то кого-то вспомнит еще. Вот. Тоже останутся чем-то из прошлого. И постепенно это все забывается. Поэтому, когда люди пытаются себе вот этот памятник нерукотворный создать, это мартышкин труд. Я, чем больше читаю Священное Писание, тем больше убеждаюсь, нужно не для истории стараться, нужно стараться для окружающих тебя людей. Вот тот, кто вокруг… А мы все хотим что-то, знаешь, плюем на всех, а вот создадим что-то. Да создашь ты это. Да забудут это все потом. Забудут. Все забывается. Сколько человечество помнит свои истории, потом только догадываться остается. Все уходит в эту реку времени и тонет. И тонет в ней. Поэтому единственная достойная цель, ради которой стоит жить, это люди вокруг. Я не случайно помню, когда в школе еще на уроках истории мы изучали французскую революцию, и там один из революционеров французов, Бобев такой был. И вот этот Бобев, до сих пор помню, его повели на казнь, его казнили. Ну, потому что там было, там делали революцию, потом приходили новые революционеры, казнили предыдущих революционеров, потом приходили следующие революционеры, тех революционеров казнили. Ну, как обычно при революциях. Вот. И вот Бобева в свое время повели на казнь, и ночью перед своей казнью он писал письмо жене и детям. Я почему-то с уроков истории запомнил строки этого письма. И он там писал, я не видел другого способа сделать вас счастливыми, как путем всеобщего счастья. Я вот долго думал об этом. И на сегодняшний день я пришел к выводу, что это полная иллюзия. Ты можешь сделать счастливым людей, только сделав счастливым свое окружение. А люди, которые пытаются счастливыми там сделать историю, как правило, после них остается очень много, очень много несчастья. Поэтому, когда мы смотрим вокруг нас людей, вот это и есть то, ради чего стоит жить, чтобы любить, чтобы делать людей счастливыми, чтобы стать благословением для других, чтобы быть даятелями. А когда люди берут, только берут, берут для чего-то великого в будущем, это иллюзия, иллюзия. И читая Слово Божье, я вижу, что мы должны забывать две вещи. Первая вещь – это плохое. Важно забывать плохое, что с нами происходит. Извлекать уроки из плохого. Делать работу над ошибками, чтобы это не повторилось. И забывать. Смотрите, в этой же книге Исаия, 54 глава, хочу вам прочитать. Исаия, 54 глава, 4 стих. «Не бойся, ибо не будешь постыжена». Здесь говорится о народе Божьем, как о жене Божьей, о невесте Божьей. «Не бойся, ибо не будешь постыжена. Не смущайся, ибо не будешь в поругании. Ты забудешь посрамление юности твоей, и не будешь более вспоминать о бесславии вдовства твоего». Есть вещи, которые с нами происходят в прошлом, там в детстве, в юности произошли. Какая-то боль может быть, отвержение кто-то переживал. Вот важно, чтобы мы пережили исцеление, и чтобы это все ушло. Ушло, забылось. А когда мы живем вот этим прошлым, вот этой бесславной своей юностью, вот этим срамом я живу, а вот вы знаете, а что со мной было, когда я там маленьким был, вы знаете, а я там в классе, надо мной смеялись. Тебе необходимо исцелиться, забыть это. Это нужно просто забыть. Вот важно уметь забывать плохие вещи. Просто забывать. Я признаюсь честно, в моей жизни я просто в чем-то это до совершенства довел. Моя супруга, она здесь сидит, она знает. Вот знаете, мы любим иногда всей семьей посмотреть фильмы. Собираемся вечером, смотрим какие-то фильмы. Это нечасто бывает, потому что мы стараемся хорошие смотреть фильмы. Но не всегда из рекомендаций знакомых или из аннотации в интернете можно точно найти хороший фильм. И часто мы смотрим не очень хороший фильм. Бывает такой, вот нехороший фильм. Вот моя жена, вот она знает, я когда смотрю плохие фильмы, я через короткое время вообще их забываю. Есть фильмы хорошие, я их с детства помню. А плохие фильмы просто забываю. Я их настолько забываю, что бывает иногда мы через какое-то время включаем этот фильм, и Диана говорит, да нет, мы его смотрели. Я говорю, да не может быть, я первый раз его вижу. Да тебе он не понравился. Я говорю, а, ну понятно. А зачем это помнить? Вот зачем мне мой бортовой компьютер загружать? Вот это вот, это вот, это вот, это вот. Какой толк от этой информации? Никакого толка. Ну, конечно, есть один толк, чтобы его второй раз не посмотреть плохой фильм. Вот этот толк, да? Ну, для этого у меня жена есть, и она говорит, это мы уже видели, это плохо, тебе не понравилось. Я говорю, да, выключаем, все. Не помню эти все вещи. А есть люди такие, значит, они вот входят, причем им-то кажется, вот мы попадаем в какое-то общество новое, а у нас там какая-то боль прошлого, и нам кажется, что все об этом знают, а об этом никто ничего не знает, и знать-то не хочет. А мы все как с писаной тормой, вот с этой болью, да? Когда мы забываем плохое, мы Богу уподобляемся. Вот посмотрите, другой пророк, Иеремия, 31-я голова, 34-й стих. И уже не будут говорить, уже не будут учить друг друга, брат брата, и говорить, познайте Господа, ибо все сами будут знать меня, от малого до большого, говорит Господь. Потому что я, смотрите, прощу беззакония их, и грехов их уже не вспомяну более. Бог забывает. Он не так, как мы, забывает. Я, конечно, все помню, но не буду об этом лишний раз говорить. Нет, реально вот... Как в Библии есть такое слово, изглажу. Вот было и... Нет. Бог изглаживает. Скажешь, как же это так? А для истории? Не надо. А почему? Да когда ты живешь историей, ты настоящее пропускаешь. Как вы не понимаете? Хорошо что-то помнить из прошлого. Но вот когда мы вот там, там, там... А здесь-то где? Здесь-то где? Неслучайно Писание говорит, будьте как дети. Помните знаменитые слова? Будьте как дети. Одна из черт детей, они очень быстро забывают. Плохое. Вот только что... Смотришь, уже без... Радостно бегает. Они так настроение может меняться. Забывают плохое. Я помню один случай из школы, начальной школы. Я не помню, то ли первый, то ли второй класс был. Нам как-то пришла учительница и сказала, вы знаете, вот такого-то мальчика из нашего класса. Умерла мама. Его не будет несколько дней. Поэтому вы, когда он придет, снова как-то будьте вот, ну, чуткими к нему. Я помню сидел и думал, мама умерла. Что же может быть хуже этого? Его не было несколько дней. Я думал, интересно. А этот мальчик, вы знаете, он был хулиган. В каждом классе есть такие. Знаете, такие вот. Чтобы такого сделать плохого. Все. Я думал, ну все. Придет другой мальчик. Он же не будет так выискивать, чтобы кому-нибудь там кнопки на стул положить. Он будет такой уже другой. У него же мама умерла. И вот через несколько дней этот мальчик возвращается. И к моему великому удивлению, он мало изменился. Я даже помню на него немного обиделся. Думал, у тебя мама умерла? А ты так себя ведешь? Только сейчас я понимаю, что это защита к детской психике. Потому что иначе как бы мы жили с этим, а? И вот важно, драгоценное, это в себе сохранять. Наша проблема, проблема взрослых. А мы помним. Уже и не надо, да, мы все помним. Да уже и забудь, ну как же так? Я все помню. Такой пометливый. Траур, с одной стороны, это важная вещь. Необходимо, когда мы что-то теряем, когда что-то происходит, да, необходимо время слез. Но всему есть свое время. И время слез должно заменяться временем радости. То есть траур, он важен, но он должен однажды заканчиваться. А есть такие люди, которые до сих пор в трауре по своему детству, в трауре по несчастной любви, в трауре по боли прошлого. Ходят вот с этим трауром. Нескончаемым трауром. И у них вечно глаза такие, как у ламы из зоопарка, помню, в Москве. Были такие печальные глаза у ламы. В нашем зоопарке нету ламы, в Москве вот я видел. И вот с такими глазами вечная, вечная печаль. Вечная печаль. Важно забывать боль прошлого, детские обиды там, что там кого-то гнобили. Да забудь ты это. Уже там все могло поменяться, уже и людей так нет. А ты все ходишь и ходишь. Ну как же это было? В том-то и дело, это было. Где это сейчас? Где? Где? Этого нет. Все. Отпусти. Пускай она уходит. Пускай уходит. Я знаю, конечно, есть люди, которые говорят, пастор, тебе легко говорить. Ну, для этого есть в церкви служители, проповедники. Приди, пообщайся. Есть христианские консультанты, которые служат. Но от этого надо исцелиться. Затем нельзя жить. Потому что я много раз замечал униженные и оскорбленные, когда у них есть возможность, с удовольствием сами унижают и оскорбляют других. А раненые с удовольствием наносят раны другим. Тебе необходимо избавиться от этой боли прошлого. Потому что эта боль делает тебя опасным для окружающих. Ты свою боль на всех нас приходишь, выливаешь. На всех нас. Мы должны все помнить об этом ужасе. Мы должны все помнить об этом кошмаре. Да, ужасные вещи, я еще раз говорю, происходят. Помнить важно. Траур важен. Работа над ошибками важна. Извлекать уроки из истории важно. Но нельзя там жить. И помните в этом, как будто это все сегодня или вчера случилось. Поэтому очень важно, драгоценные, мы должны забывать плохое. Бог забывает. Он же не так, конечно, ты прощен, но какой же ты подлец был. Что же ты творил до покаяния, я никак не могу забыть. Вот смотрю на тебя, как ты славишь меня, как ты руки поднимаешь, а помню, какие ты гадости творил. Бог изглаживает все это, все. Нет. Мы поем, я хочу быть, как ты, да? Ну, давай, так же, забывай. Забывай эту боль. Оставляй. Есть еще одна вещь, может быть, она не такая очевидная, но тоже не менее важная. Важно не только плохое забывать, но и хорошее забывать. Почему? Потому что порой хорошее, которое ты все помнишь и помнишь, помнишь и помнишь, может сделать тебя неудовлетворенным настоящим. Потому что ты хорошее помнишь, и ты его еще идеализируешь. Бывает, оно лучше, чем оно было так, но тебе кажется, что так оно и было. И по сравнению с этим, то, что происходит сегодня в твоей жизни, не вызывает у тебя никакого энтузиазма. И даже хорошие вещи могут стать для нас проклятием. Хорошие вещи из прошлого. Вот смотрите. Откроем книгу Ездре, третью главу. Знаменитые слова, когда народ Божий после Вавилонского плена наконец восстанавливает снова храм, храм Божий. Ездра, третья голова, десятый стих. Когда строители положили основание храму Господню, когда поставили священников в облачении их с трубами, и левитов, сынов Асафовых, с кимвалами, чтобы славить Господа по уставу Давида, царя Израилева. И начали они попеременно петь «Хвалите и славьте Господа, ибо благ, ибо вовек милость Его». И весь народ восклицал громогласно, славя Господа за то, что положено основание Дома Господня. Впрочем, многие из священников, и левитов, и глав поколений, старики, которые видели прежний храм при основании этого храма пред глазами их, плакали громко. Тот-то радовался, веселился. Время, конечно, другое. Тогда при Соломоне ситуация была другая. Сейчас, слава Богу, мы хотя бы свободны, будем начинать с чего-то. А были те, кто говорили, да что это за храм? Вот раньше храм был, так храм. Раньше служили, так служили. Есть такие люди в церквах, которые говорят, а помнишь, Виктор, девяностые годы, яблоку негде было упасть, а помнишь, как же люди Бога жаждали, а что сегодня творится в церквах, что происходит сегодня? Я вот это уже не могу услышать, потому что то, что сегодня, оно намного лучше на самом деле. Ну как же, а тогда, помнишь, помню, много людей бежали, но только они не за Богом бежали, а за Божьим бежали. Самое лучшее там, исцеление, все, там мы приходили. И потом так же прибегали и так же убегали. Было много потребительства. Сегодня его меньше. Это, по моему мнению, лучше. Но ведь тогда же был такой ажиотаж. Был, да? Потому что 70 лет в нашей стране душили любую религиозность. У нас был воинствующий атеизм. Это с тем, что горло сжимать и в последний момент отпустить, и человек не может надышаться. И то же самое произошло в начале 90-х годов. У людей была жажда. О, по Христу, да, по всему жажда была. И по Будде была, и по Кришне была, и у свидетелей Еговых был ажиотаж. Помните же? У всех был ажиотаж такой. У всех совершенно. Вот, как бы вернуть 90-е годы? Легко. Давайте объявим атеизм на несколько десяток лет, потом отменим. То же самое произойдет. Только я не хочу. Не хочу. Ну что ж тогда, что плохо было? Да было здорово. Но сейчас-то не хуже. По-другому, но не хуже. Понимаете? По-другому, но не хуже. Я благодарен за 90-е годы. Я не склонен, как некоторые. О, те лихие 90-е. Это прекрасное время было. Трудное, но прекрасное время было. Удивительное время было. Но я не хочу туда возвращаться. Я не хочу туда возвращаться. Но так же было хорошо. Да. Слава Богу. Было хорошо. Ну зачем там жить? Я как-то вам рассказывал. Есть один брат, которого я чрезвычайно уважаю. Брат Райан, который был участником великого какого-то пробуждения Божьего в Таллине в конце 70-х, начало 80-х годов. И когда я был в Таллине, мне удалось с ним встретиться. И мы молились вместе. И он как-то очень сильно расположился ко мне. И он молился за меня очень много. И говорил. И мы с ним общались. И вы знаете, на меня произвела встреча с ним огромное впечатление. С одной стороны, мое уважение к этому мужу Божьему еще больше усилилось. Еще стало больше. На самом деле, удивительный человек. С другой стороны, я смотрел на него, и я понимал, при всем моем уважении, я не хотел бы такой судьбы, когда у тебя что-то произошло великое, когда-то там, 40 лет назад. И ты сегодня смотришь на то, что у тебя есть, и сравниваешь всем, и ты думаешь, слава прежнего храма, вот это да. Это несчастная жизнь, когда все самое великое, самое большое произошло когда-то, а сегодня ты только ждешь повторения этого. Я знаю, что, когда я об этом говорил, то многих вызвало непонимание. Да как же так, Виктор, мы... Да так, потому что сегодня время благоприятное, когда ты слишком много уделяешь внимание воспоминаниям, ты не живешь. Не живешь. Ты там остался, в прошлом остался. Я так не хочу. Слава Богу, за все его благословения, которые он совершал в нашей жизни. Я хочу жить сегодня, поэтому я очень внимательно отношусь не только к плохому в прошлом, но и к хорошему. Даже это периодически нужно забывать, чтобы видеть настоящее, чтобы видеть реальность. И здесь еще есть один важный момент, понимаете? Забвение необходимо как каждому из нас лично, так и всему обществу. Джордж Сантояна сказал как-то, кто не помнит своего прошлого, обречен пережить его вновь и вновь. Помните эту фразу, да? Не помнишь прошлое. Значит, будешь утверждать его вновь и вновь. Считается, что мы должны помнить о прошлом, иначе будем совершать те же самые ошибки. И даже порой учат, что память о прошлом чуть ли не священна. Никто не забыт, ничто не забыто. Сколько в нашей стране это говорится. Никто не забыть, ничто не забыто. Помнить прошлое надо, но я хочу сегодня сказать, что у этого есть и другая, опаснейшая сторона. Я хочу показать одну фотографию. Это могилы солдат, погибших в начале 90-х годов прошлого века в Боснийской войне. Вот стоит то ли мать чья-то, то ли жена. И вот я смотрел на эти фотографии, их много. Там вот эти белых столбиков, поля. Сколько глаз может видеть. Поля. Я читал, как во время этой Боснийской войны в 1993 году один американский репортер отправился в Белград, чтобы там встретиться с сербскими политиками. Поехал туда, вот в гущу этой заварухи. Все мы помним это, да, в 90-е годы. Ну, кто, конечно, жил тогда в ту войну. Это он поехал в Белград. Он общался с сербскими политиками, с национальными лидерами общался там. И он рассказывал, когда он уже уходил, кто-то из молодых людей дал ему сложенный в несколько раз кулачок бумаги. Он вышел, развернул этот лист бумаги, и там на абсолютно белом листе была всего одна цифра 1453. 1453. 1453. Год, в который христианский Константинополь пал под натиском мусульман. Конечно, это не единственная причина, но одна из основных причин той ужасной бойни, благодаря которому вот эти все столбики за 500 лет забыть не могли. 500 лет не могут забыть. Уже и деды умерли, и деды дедов, уже никого не осталось за 500-то лет. Но в нас как будто живет эта историческая боль о прошлом, и мы должны отомстить. И во многом вот этот ужасающий боснийский конфликт, эта боснийская война произошла из-за неспособности забывать. Забывать. Неспособность забывать приводит к войне, а не к миру, к мести, а не к примирению, к обиде, а не прощения. Сегодня некоторые христиане тоже любят, а давайте вспомним, а что творили мусульмане в средние века. Да, были злодеяния, но давайте вспомним, какие злодеяния крестоносцы совершали с мусульманами. Понимаете, мы помним, как наших убивали много веков назад, они помнят, как их убивали, но нам-то кажется, что всегда, что наше зверство, это был просто святой гнев, а у них это беззаконие, и так каждый думает друг про друга. Забыть не могут. Века проходят, а они помнят и помнят и помнят. И во многом драгоценная историческая память не дает сегодня угаснуть многим международным конфликтом, межрасовым конфликтом, межнациональным конфликтом. А вот помните, как когда-то в той же Америке, когда вот а помните наши предки были унижены, были рабами в этой стране. Да, такое было. Урок нужно извлечь, измениться. И я вижу, что извлекаются уроки, и сегодня чернокожий может стать президентом в Америке, но люди до сих пор пытаются достать. А нет, мы все еще злы за то, что было. С кем было? Это было не с тобой, и даже не с твоими родителями, и даже не с дедами уже твоими было. Ты вообще не помнишь этого. Но это нельзя забыть. Так давайте сегодня давить друг друга за то, что произошло. Много-много веков назад. Давайте. Как же нам об этом забыть-то? И на Ближнем Востоке конфликты все не могут забыть, все вспоминают, из истории выискивают какие-то вещи. И, к сожалению, политики часто используют нашу историческую память для собственной выгоды, манипулируют народами и людьми через эту память. я, поймите, я, конечно, не призываю к амнезии. Ничего не помнить, ничего не было. Ничего не помнить, это тоже беда. Я об этом уже говорил. Память играет важную роль в нашей жизни. Но в ней, послушайте, заложена и опасность. Любая самая хорошая вещь чрезмерно превращается в собственную противоположность. Любая хорошая вещь, доведенная до предела, ставшая чрезмерной, превращается в собственную противоположность. Когда мы слишком все помним, ничего не забываем. Это все равно, что, знаете, как вот уже рана зарастает, а ты ее расчесываешь. Нет, я не забыл эту кровь. Не забыл. Заживает. А ты снова, а ты снова, а ты снова. Это уже не рана, это уже язва. Ты ее расчесываешь и расчесываешь, расчесываешь и расчесываешь. Поэтому, да, важно уметь помнить, но важно уметь и забывать. Есть благословение в памяти. Аминь. И есть благословение в забвении. Только вот о второй части мы почему-то редко говорим. Редко. потому что именно часто забвение помогает сохранить мир, восстановить мир. Именно забвение. И это и в нашей личной жизни важно. И в нашем обществе важно. например, однажды знаменитый французский генерал Шарль де Голь изменил свое мнение. И он решил, что Франция признает независимость Алжира, бывшей своей колонии. Признает независимость. И когда он изменил свое мнение и принял вот такое решение, один из его советников в негодовании воскликнул. Генерал, но ведь было столько крови пролито. Там же столько людей, французов погибали. А теперь все? За что они погибали? Забыли? Даем им теперь независимость. Как будто ничего не было, да? И на это де Голь ответил словами, ничто не засыхает так быстро, как кровь. Кровь быстро засыхает, а в нашей памяти она живет и живет. И мы помним, и помним. И вот этот негатив от воспоминаний, о плохих воспоминаниях, о прошлом, он живет в нас. Уже, я говорю, ничего этого нет. Мы живем среди таких химер выдуманных, химер из прошлого. И они влияют на наше настоящее, как проклятие. Поэтому, когда люди принимают решение забыть, да, вот, например, в 70-е годы в Испании, когда умер генерал Франко, был пакт забвения, потому что там общество было настолько разрознено, левые, правые ненавидели друг друга. Все взывали к прошлому. Тогда издали пакт забвения. И после этого Испания стала восстанавливаться. Пакт забвения. Они решили, мы не будем, мы решили забыть о прошлом, чтобы строить будущее. Строить будущее. Точно так же и мы, да, мы помним нашу историю, но нельзя жить нашей историей. Нельзя жить былыми победами. Печально мне, с одной стороны, чем больше мы отодвигаемся от Второй мировой войны, тем более пышные празднества. Как будто нас, вот этим памятью о прошлого хотят закрыть от нас настоящее. Давайте посмотрим, что сегодня произошло. Ну, там была великая победа. Слава Богу, великая победа. А сегодня что происходит? Япония ездит на наших ладах, Германия ездит на наших волгов. Нет, мы ездим на немецких Мерседесах, БМВ, японских Тойотах, Ниссанах. Ну, была великая. Да, была, но что сегодня? Да, наши деды, уже даже не наши отцы, наши деды, наши прадеды совершили великую победу. А мы-то для чего просто помнить об их победе? Что мы сегодня сделаем, чтобы наша страна поднималась, была великой? Кроме, как вспоминаем пышно, с салютами, что мы делаем? И поэтому бывают даже победы прошлого, они словно ослепляют нас в настоящем. Мы не видим настоящее, мы не видим вот этой реальности. Поэтому важно помнить, но в то же самое время важно вот эту обрубать эмоциональную привязку к прошлому, обрубать ее. иначе это прошлое, даже великое проклятием станет для твоего настоящего. Я не так давно прочитал одно стихотворение польской поэтессы, которую зовут Веслава Шемборская. Я до этого был с ней незнаком, она была лауреатом Нобелевской премии по литературе, и как раз она, как и все ее поколение, жили в тяжелейшие времена, когда Польша была под оккупацией, и немецкой, и советской, разной оккупацией были. И для нее, как и для всех ее сограждан, чуть ли не каждый крылочок ее любимой земли был покрыт кровью, был покрыт кровью. И это вот память о зверствах, память о ужасе, память о убийствах, память об изнасилованиях, вот это все. И знаете, у нее есть такое стихотворение, которое называется «Конец и начало». Я не буду его все читать, я прочитаю несколько последних строк из этого стихотворения, оно написано белым стихом. «Кто-то с метлою вспоминает, как прежде было, слушает кто-то, кивая, но уже поблизости кто-то, кому это все надоело. Те, кто знали, в чем дело, должны уступить место тем, кто знает мало или меньше, чем мало, а то и совсем не знает. в траве насквозь проросшей причинами и последствиями должен же кто-то валяться, тропинку зажав зубами и просто смотреть на тучи». Понимаете, если мы только помним прошлое, мы не сможем лежать в траве и смотреть в небо, просто на облака. не можем, если мы будем «А вот что же было? Ведь наверняка на этой земле кого-то насиловали, а кого-то убивали, а может быть дети страдали, а я тут лежу и в облака смотрю с травинкой в зубах». Мы не можем нормально жить, ведь по сути каждый из вас, да, живущих в Екатеринбурге там, в пятиэтажке, девятиэтажке, ну сейчас уже таких мало осталось, тридцатиэтажки, сорокаэтажки у нас сейчас в основном. Так вот, в каждом доме, где вы живете, наверняка были все возможные преступления по Библии, и насилие, и убийство, и ровоство, и грабеж, и инцест, в любом доме. Давайте будем об этом думать, все время, заходя в дом. Что же тут происходило? Нет, надо забывать, забывать об этих вещах. Необходимо забывать. Только так жизнь наша может продолжаться. Важно знать, все когда-нибудь заканчивается, и скорбь в том числе. Должно все это закончиться. Поэтому не живи прошлым, не живи прошлым. Я очень часто люблю повторять эти слова. Старость это не возраст. Старость это когда прошлое для тебя интереснее, чем настоящее. Поэтому можно быть стариком в любом возрасте. А были люди в наше время, не то, что нынешнее племя. В любом возрасте есть люди, для которых прошлое интереснее настоящего. И я как-то наткнулся на письмо, которое привел наш известный журналист Владимир Познер. Владимир Познер привел письмо своей давней американской знакомой с мужем, которой они долгое время дружили. И вот сегодня она уже пожилая, и вот она пишет такое письмо. Послушайте, меня лично это очень сильно коснулось. Не только потому, что я уже ближе к этому возрасту, чем молодежь, хотя бы что поэтому, но оно важно для всех. Вот кусочек из этого письма. На днях, пишет эта пожилая женщина, одно юмное существо спросило меня, каково быть старой? Я несколько растерялась, поскольку не считаю себя старой. Увидев мою реакцию, существо страшно смутилось, но я сказала, что вопрос интересный, что я обдумаю его и сообщу свои выводы. Старость, решила я, это дар. Сегодня я, пожалуй, впервые в жизни стала тем человеком, которым всегда хотела быть. Нет речи не о моем теле, нет, речь не о моем теле, конечно. Иногда это тело вызывает у меня отчаяние, морщины, мешки под глазами, пятна на коже. Часто меня шокирует старуха, которая обосновалась в моем зеркале, но переживаю я недолго. Я бы никогда не согласилась обменять моих удивительных друзей, мою замечательную жизнь, мою обожаемую семью на меньшее количество седых волос и на плоский подтянутый живот. По мере того, как я старею, я стала к себе добрее, менее критичней. Я стала себе другом. Я себя не корю за то, что съела лишнее печенице, за то, что не убрала постель, за то, что купила эту идиотскую ящерицу, в которой я абсолютно не нуждаюсь, но которая придает такой авангардный оттенок моему саду. Я имею право переедать, не убирать за собой, быть экстравагантной, я была свидетелем того, как многие дорогие друзья слишком рано покинули этот мир, еще не поняв, не испытав великую свободу, которую дарует старость. Кому какое дело, если я читаю до четырех часов утра и сплю до полудня. Я сама с собой танцую, слушая замечательные мелодии пятьдесятых годов. И если мне иногда хочется поплакать над ушедшей любовью, что ж, я плачу. Я пройдусь по пляжу в купальнике, который еле удерживает располневшее тело, если захочу. Я кинусь в океанскую волну, несмотря на полные жалости взгляды со стороны юных существ в бикини. Они тоже состарятся. Иногда я бываю забывчивый, это правда. Впрочем, не все в жизни достойно запоминания, а о важном я вспомню. Конечно, за эти годы мое сердце было разбито не раз. Как может не разбиться сердце, если ты потерял любимого? Или когда страдает ребенок? Или даже когда любимую собаку сбивает машина? Но разбитые сердца и есть источник нашей силы, нашего понимания, нашего состояния. Сердце, которое никогда не было разбито стерильно и чисто, оно никогда не познает радости несовершенства. Судьба благословила меня, дав мне дожить до седых волос, до времени, когда мой юный смех навсегда отпечатался глубокими бороздами на моем лице. Ведь сколько же людей никогда не смеялось, сколько умерло раньше, чем смогли покрыться инием их волос, их волосы. Я могу сказать нет, абсолютно искренне. Я могу сказать да, абсолютно искренне. По мере того, как ты стареешь, все легче быть искренним. Ты меньше заботишься о том, что другие думают о тебе. Я больше не сомневаюсь в себе. Я даже заработала право ошибаться. Итак, в ответ на твой вопрос могу сказать, мне нравится быть старой. Старость освободила меня. Мне нравится тот человек, которым я стала. Я не буду жить вечно, но пока я здесь, я не стану терять времени на переживания по поводу того, что могло случиться, но не случилось. Я не стану переживать по поводу того, что может еще случиться. и я буду есть сладкое каждый Божий день. Вы знаете, вот я это письмо, во-первых, сам несколько раз перечитал, во-вторых, думаю, я еще в церкви его прочитаю, потому что часто вот у нас, знаете, вот, вот. Я, конечно, понимаю, не все это понимают. Может быть, в 20 лет я подумал, ну, бабушка себя утешает. Ну, вот сейчас мне 40 лет, и я с полной ответственностью могу сказать, это намного круче, чем 20-летний возраст, когда ты за все переживаешь, ой, что парни про меня подумают, ой, что скажут, ты что-то все пытаешься доказать себе, окружающим. Сейчас мне вообще все равно, там кто-то пишет, что запробовать, я думаю, почему-то все меня критикуют, кто пишет с ошибками. Ну, если я не нравлюсь неграмотным людям, ну, чего переживать, ну, не нравлюсь. Для неграмотных людей есть неграмотные проповедники, слава Господу. И все. А в 20 лет я бы думал, что же может быть такое я сказал, да? Тем более после 40 лет это лучше, чем 30-летний период, когда все надо как-то, мы все успеха достигаем, нам же успех нужен, все. В это время я написал, Колумбы берега мечты, надо плыть, надо плыть, надо плыть. В 40 лет такая, такой кайф в жизни. Единственное, что я подозреваю круче, это 50-летний возраст, но пока не знаю. Мне в это месяце будет 49, посмотрим. Но это самый лучший период жизни, и это правда. Кто-нибудь, кому за 40, за 50, за 60, могут сказать тоже аминь? Ну, ты даже не веришь, скажи аминь. Потому что если это не так, значит, ты там остался. Там ты остался. А надо быть здесь. Вот теперь время благоприятное. Конечно, когда люди умирают в молодости, они легенды. Легенды. Знаете, здесь клуб 27, люди, умершие в 27, там Джим Моррисом, Дженнис Джоплин, там Курт Кобейн, там много. Виктор Цой 27. Но, хотя Виктор Цой легенда, мне намного больше нравится мудрая старость Бориса Борисовича Гребенщикова. Намного больше нравится. Поэтому не легенда и слава Господу. Павел, апостол, сравнивает период благодати с законом. И смотрите, что он пишет. 2-е послание Коринфянам, 3-я глава, 10-й стих. То, то, прославленное, хорошее было, даже не оказывается славным с всей стороны по причине преимущества славы последующего. Ибо если приходящее, что было? Славное. Тем более славно пребывающее. Вот это правильное восприятие жизни. А вот смотрите, какой был храм при Соломоне. А у нас вообще что-то тут на Шейкмана 7, совсем не как храм Соломона. Важно быть благодарным за прошлом. Но понимаете, сейчас лучше. Это правильное восприятие жизни. Слава Богу за то, что было, но сейчас лучше. И жизнь тоже можно сравнить с такими периодами. Молодость это период закона. Ты все время в рамках окружающих людей. Так, так, так надо, так, вот закон, закон, вот так, так, так. А зрелось это время благодати. Если не нравится, твоя проблема. Важно войти в это. Я не говорю, что ой, это закон, это что было плохо, это было славно. Но сегодня лучше. Сегодня лучше. Поэтому важно жить так, важно уметь удивляться жизни, сколько бы тебе не было лет. Вот эта пожилая женщина пишет, она живет полноценно. Она способна удивляться. И это опять-таки черта детей. Будьте как дети, если хотите в Царство Небесное. Потому что настоящая старость, когда человеку уже ничего не интересно, ничего не радует, он уже ничему не удивляется, плавали, знаем, бывало, видели, все вот так вот. Пока ты удивляешься, ты живешь. Я думаю, именно поэтому одна из самых ужасных наказаний, которые Бог бы мог нам дать, но он нам не дал, слава Богу, ему, это вечная жизнь на земле. Одно и то же, 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 одно и то же. И когда это уже по миллионному кругу, ты такой, даже убить тебя нельзя. Поэтому мы уйдем во что? В другое уйдем, из этой закольцованности. Помните проповедь про Марию? Уйдем из этой закольцованности в другое. Это огромное благословение. Живи полноценно каждый период своей жизни, тогда в любом возрасте ты будешь ребенком, ты будешь молодым. И в самом конце я прочитаю из пророка Исаии. Исаия сейчас моя любимая книга в Библии. Мы читаем Исаию, я столько откровений получаю. Исаия, 65 глава, 17 стих. Пока ты удивляешься, ты живешь, да? Ибо вот я творю новое небо и новую землю. Прежние уже не будут воспоминаемы и не придут на сердце. Иногда проповедники любят говорить, вот мы придем, когда на небо, и вот мы посмотрим, что там было в прошлом. Вот мы посмотрим там. Помню, один проповедник говорил, я возьму видеокассеты и буду смотреть, что там было раньше до моего рождения. Небо это не просто новое пространство. Небо это новое состояние. Здесь, на земле, мы этого состояния понять не можем. но Писание нам как бы приоткрывается дверь, и ты маленькую щелочку, какой-то кусочек маленький видишь, ты не видишь всего. Но что ты видишь? И вот точно так же Библия нам показывает чуть-чуть, чуть-чуть. И одно из того, что она нам показывает, там, в этом новом состоянии, которое сегодня мы во всей полноте себе представить не можем, даже не пытайтесь, это нереально, но одно из вещей, вот чуть-чуть, там не будет никакого анализа прошлого, там вообще памяти не будет, не будет. Как же это так? Вот так, другое. Ну, на земле же мы не можем, да, вот, у нас тут есть память, а там, там все, вот какое-то другое состояние, какое-то другое, жизнь в каком-то другом, непонятном здесь для нас, в форме. Но вот этого не будет, поэтому не случайно одни, я думаю, из любимейших слов в Новом Завете, которые Бог говорит для нас, для христиан, древнее, что? Прошло. Теперь все новое. Оно прошло. Плохое? Прошло. Научись чему-то из плохого, извлеки уроки, отпусти его. Хорошее? Тоже прошло. Порадуйся и тоже его отпусти. Пускай уходит. И хорошее тоже. Вот, теперь время благоприятное. Вот оно время. Живите. Вы знаете, в этом есть благодать, молитвы, созерцания. Во время молитвы, созерцания, когда ты сидишь пред Господом, словно уходят, уходят времена. Если у тебя не уходят времена, ты по-настоящему не переживал эту молитву. Уходят воспоминания, уходят мысли о будущем, представления твои. И остается одно настоящее. То, что мы говорим здесь и сейчас. И, как я говорил, часто вот перегрузка компьютера файлами из прошлого замедляет работу в настоящем. Точно так же, знаете, что происходит? Когда вдруг ты оказываешься вне времени, не вспоминаешь ничего, некоторые там все это вспоминают. Ну, это не надо делать. Или думают о будущем, а как будет? Это тоже не надо делать. Когда ты словно отсоединяешься от прошлого и от будущего, ты находишься вот в этом настоящем, а по сути в вечности. У тебя словно все твои ресурсы уходят на то, что ты вдруг начинаешь видеть настоящее, но так, как ты его никогда не видел, приходит такая ясность, фантастическая ясность. Многие вещи, которые я беру в проповедях, мне говорят, пастор, какие у тебя примеры, где ты их берешь? Да я их во время молитвы беру. Я вот сидел с книгой экклезиаста во время молитвы, я почитал вот первую главу, и потом сидел просто молился, и вдруг у меня возникло вот это изображение атома. Помните, я вам показывал в прошлой неделе? Вот атома. Я думаю, точно так же и мы, словно во всем этом. У меня огромное количество вещей рождается, когда я просто нахожусь вот в этом молитве созерцания, словно все ресурсы уходят на восприятие, и ты начинаешь воспринимать все по-другому, видеть то, что не видел раньше, слышать то, что не слышал раньше. Поэтому глубинная молитва, она по сути вневременная вечная молитва. Все пройдет, но Бог вложил, как сказано экклезиаста, в сердца наши, что? Вечность. Мы живем с этой вечностью. Живем с этой вечностью. И исходя из этой вечности, мы смотрим на приходящее. Я именно это вам так хотел показать, когда на прошлом собрании мы разбирали Пьета, Микеланджело Бонаротти. Глазами в вечности смотреть на приходящее. Нам, конечно, протестантам трудно, там глаза вечности представлены Марией, а проходящее Иисусом Христом это как бы какая-то католическая традиция. Здесь не в католической традиции дело. Увидьте глазами в вечности приходящее, у всего есть начало, у всего есть конец, когда вы это сможете увидеть, тогда даже переживая горе, как пережила Мария, у вас будет печаль, но не будет трагедии. А сколько людей разбиты были трагическими событиями прошлого, потому что отпустить не смогли. Все проходит, у всего есть начало, у всего есть конец. Вот это вечное я, вечный дух внутри нас, рожденный Словом Божьим, смотрит глазами Божьими на приходящее временное и славит Бога всегда во всем, в любом возрасте, в любом состоянии, при любых обстоятельствах. Нет ничего, что решает нас возможности славить Бога всегда и при любых ситуациях. мы можем Его славить. А если не можем, значит, мы не Его славим. Давайте сейчас закроем глаза. Я очень хотел бы, чтобы вы сейчас посмотрели. Бог не лишает нас памяти, но любые воспоминания, как волны, должны гаснуть, 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 гаснуть. Если что-то есть в вашем прошлом или связано с болью, что не отпускает вас до сих пор, или связанное даже с хорошими вещами, в сравнении с которыми ваше настоящее для вас серо, вам необходимо отпустить это. я говорил, это можно сделать общаясь со служителями, с пасторами, с христианскими консультантами, а можно просто пред Богом, который вас любит, сказать, Бог, я хочу это забыть, забери это от меня. Я уже всему научился, я выводы все сделал, пускай это уйдет из моей жизни. Просто хочу забыть и сгладить все вещи. Если даже я их буду помнить без всяких красок, без всяких этих деталей, которые терзают меня, вспомнить просто как урок. С улыбкой можно даже боль прошлого вспоминать с улыбкой, насилие прошлого вспоминать с улыбкой. Всегда радуйтесь. Всемогущий Господь, я благодарю Тебя за Твою любовь, я благодарю Тебя, Господь, за Твою милость, я благодарю Тебя, Господь, за Твою благодать. Спасибо Тебе и за благодать памяти, и за благодать забвения. Спасибо Тебе, что мы можем помнить, и спасибо Тебе, что мы можем забывать. Спасибо Тебе, что мы можем, забывая заднее, простираться вперед к почести Вышнего звания во Христе Иисусе и идти дальше, Господь. Не жить тем, чего уже больше нет, а жить тем, что есть. Я молю, Боже, касайся моих братьев и сестер, особенно тех, у которых прошлое как проклятие висит. Прямо сейчас пускай всякая эмоциональная связь с прошлым будет отрезана. Прошлое уйдет. Я молю, чтобы мы просто отпустили боль прошлого, отпустили радость прошлого, оставили это позади. Не оборачивались. Не оборачивались. Не забывались. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok И сердца. Открой, Боже, радость этого дня, радость настоящего момента, радость настоящей благодати. День, который Ты сотворил для нас. Сегодня этот день спасения. Сегодня день радости. Сегодня день благодати. Сегодня, чтобы мы были открыты. И несли любовь друг к другу, несли добро друг к другу, были благословением друг для друга. Не для истории, а для ближних. Любили не какие-то грядущих потомков, а окружающих нас ближних людей. По имени Иисуса Христа. Я молю, мой Бог, чтобы мы не обращали внимания на тех, кто, возможно, судит нас за наше прошлое, обвиняет нас. Я молю, Бог, чтобы мы не принимали это. Прошлое прошло. Мы можем радоваться сегодня. Мы можем ликовать, пребывать в мире, в вере, в любви. Спасибо Тебе, Господь. Спасибо Тебе, Господь. Исцеляй сердца Духа Святой. Касайся. По имени Иисуса Христа. Исцеляй. Не воинством, не силой, но Духом Твоим. Слава Тебе, Иисус. Слава Тебе, Иисус. Аллилуйя. Аллилуйя. Хвала Тебе, Иисус. Давайте скажем все вместе, с закрытыми глазами. Ну, не просто повторите, а с верой скажите это. Всемогущий Бог. Спасибо Тебе за прошлое. Я благодарен Тебе за этот день, за настоящее, благоприятное время, день спасения. Спасибо Тебе, Божие. Я не буду жить в прошлом. Отрежь всякую эмоциональную связь в прошлом, чтобы я мог полноценно жить сегодня. И все доскажут Аминь. И давай прославим Господа за настоящее, за радость, за благословенное время. Слава Господу. Слава Господу. Аминь. Дорогие друзья, пожертвования можно внести любым удобным для Вас способом. Способ первый. На сайте церкви New Life.ru в разделе «Поддержать нас» с помощью платежного сервиса Робокасса ввести сумму и выбрать любой из предлагаемых способов оплаты. Способ второй. С помощью QR-кода, который также размещен на сайте церкви в разделе «Поддержать нас». Способ третий. Через сервис Сбербанк Онлайн. В разделе «Оплата услуг» набрать церковь «Новая жизнь» города Екатеринбурга. Реквизиты и полное наименование получателя встанут автоматически. Вам необходимо будет внести вручную сумму и назначение платежа. Пожертвование на осуществление уставной деятельности. Большая просьба. Точно указать именно такое назначение платежа. Способ четвертый. Любым другим безналичным способом по реквизитам, указанным на сайте церкви NewLife.ru в разделе «Поддержать нас». Если у Вас возникают вопросы о способах пожертвования, Вы можете задать их по телефону 8-912-22-333-02. Пожалуйста, не используйте этот номер телефона для перечисления средств. Он предназначен только для информации. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok